Мы продолжаем рассказывать вам про новости индустрии. Новый трек Фараона, который оказался фитом с Destroy Lonely, впечатлил индустрию. В сети появилось множество реакций на эту композицию. Нужно отметить, что дело тут далеко не только в том, что это громкий камбэк от долго хранившего молчания Глеба и фит с приближенным к карте артистом, но еще и в том, что в композиции Omega некоторые нашли аж целую рекламу букмекерской конторы. Впрочем, и к самому факту фита у индустрии есть вопросы. Также вчера сниппет нового трека показал Бульвар Депо, и на это успели отреагировать фанаты, как будто бы и там нашлось место упоминанию Фараона, и сегодня мы это обсудим. Поговорим и про другие новости индустрии. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.Ref – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 40%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! У Фараона и Destroy Lonely вышел Фит Омега. У трека характерная опиумная стилистика. Артист, с которым фитанул Глеб, это участник объединения опиум, основанного плейбой-карте. Продакшн сделал White Punk, и это его первая совместная работа с Фарой после длительного перерыва. С 2018 года они были в ссоре и помирились лишь в апреле этого года. Накануне выхода Омега у обоих пропали все посты в запрещенной соцсети. Так артисты традиционно готовятся к важным дропам. Обложка трека-фрагмент картины Михаила Врубеля «Демон поверженный», написанная в 901-902 году. Это второй сингл Фараона в 2024 году. Ранее он выпустил «Цвет золота», саундтрек сериалу «Прелесть». У Destroy Lonely вчера вышел альбом Love Loss Forever. Однако, в отличие от трека «Цвет золота», трек «Омега» впечатлил многих, и нельзя сказать, что с положительной стороны. Многих задел факт упоминания букмекерской конторы в треке, который многие назвали рекламой, хотя точных данных об этом нет. Впрочем, некоторые артисты в своих реакциях на этот трек объединяли эту предполагаемую рекламу с тем, что, по их мнению, «Fits Destroy Lonely» куплен на деньги того самого букмекера. Например, об этом написал Basic Boy. Вот цитата из его телеграм-канала «Я понимаю, что мы все живем в эру, когда существует, например, Паша Техник, которому вообще пох, что рекламировать. Существуют различные формы рекламы буков, от водяных знаков на рилсах до целых песен и так далее. Но это, как правило, всегда существовало в пределах трэш-контента и нижнего интернета. Фараон же вам больше известен как человек непосредственно из большой музыки. То есть, как правило, на этом уровне уже существуют контракты с компаниями уровня мастодонт-рынка, и в целом отношение к деньгам букмекеров становится крайне негативным. Нативная интеграция в треке артиста первого эшелона – это кринж и тревожный звоночек о том, что буки добрались туда, куда им обычно было нельзя. Грустно. Предположу, что занесли за куплет Lonely. Куплет помоечный, будто срезаны из другого трека и отданы Фаре не просто так. Итог. Интеграция того не стоила, а реюнион братиков лица Глеба и Панка мог бы не быть омрачен вышеперечисленными факторами. А вы что думаете по этому поводу? Также участник объединения Долб Клаб отметил, что по его мнению, в русском рэпе почти не было удачных витов западной индустрии. Но потом его аудитория сразу же заставила Бэйсик Боя изменить свое мнение. Ну и наконец появился вот такой кружок. В общем, хочу подчеркнуть главную вещь, о которой я бы хотел сказать, которую я хотел бы донести вот этими постами. Несмотря на то, что я не супер фанат современного творчества фараона, да, я не могу отрицать, что он супер влиятельный артист, да. И больше всего в этой ситуации меня именно калит факт того, что вот эти вот грязные ручонки бутмекеров, да, вот эти вот грязные деньги, неприятные, неприкольные, которые ассоциируются у меня с там, не знаю, со всякой грязью, типа Милстро и прочих вот такого рода блогеров, они добрались вот в этот самый такой неприкасаемый своего рода имя до этого эшелон музыки. Возможно, я ошибаюсь, можете поправить меня в комментах, если такое уже было, вот. И вот это меня очень сильно пугает, это сбивает вот именно ощущение какого-то творчества типа от артиста. Даже несмотря на то, что он мне не нравится, он все равно как бы артист, что у него свой уникальный стиль. Напомним, что все это пока только догадки. Еще нигде не было доказано, что упоминание букмекера в треке действительно было рекламой. И утверждать, что это именно реклама, нельзя. Однако инфоповодов с треком Омега и без того хватает. Например, вчера же в сети появился новый снипет от Бульвара Депо, где многие заметили диск на фару, ведь там есть упоминание слова Омега. Нетрудно понять, почему аудитория подумала, что это диск. Все-таки ранее эти бывшие соавторы хитов много ссорились и были в многолетнем бифе, но в последнее время конфликт сошел на нет. Недавно Артем написал длинный пост, где извинился перед всеми, с кем когда-либо ругался. Вдобавок к этому, его жена отдельно отметила в своем телеграм-канале, что никакого конфликта нет. Вот цитата. «Адекватные люди, которые понимают с первого раза, что конфликта нет. Что с вами не так? Пусть еще и кал, набивая кликбейт, и к вам вопросов нет». Интересна и еще одна реакция от Ярослава Могильникова, который сыграл Яралаша в сериале «Слово пацана». Он поинтересовался у Глеба, почему же он игнорирует вайпер, ведь они ничем не хуже Destroy Lonely. Уважаемый Глеб Геннадьевич, во-первых, привет, во-вторых, вот, не знаю, скажи, пожалуйста, вот чем Destroy Lonely лучше, чем ребята наши вайперы. Почему, там, не знаю, нельзя залететь к ним, с ними, там, что-нибудь намутить, там, хотя бы, не знаю, ну, знаешь, вот как вот у Платона на твоем треке, тост, там, там, три строчки буквально, ну, не сложно же. Ну и под конец еще одна реакция от РЗТ, который также обсудил и фит с Destroy Lonely, и упоминание букмекера. Я вам скажу так, в рамках Вутен-клана люди друг с другом фитовали за бабки, и госстрайтеры за деньги тоже. То есть, типа, это, ну, история о том, что это бизнес, это большой бизнес для людей, и, может быть, даже при каких-то, типа, они там дешевле могут сделать или еще что-то, не знаю. То есть, если это так, меня это абсолютно не удивит. Я скажу больше, меня удивит, если это не коммерческая история. Тут меня это сильно удивит, честно говоря. Ну, из того, что я услышал по треку, есть ощущение, что это какой-то парт взятый, да, возможно, фри-парт взятый, или он отправил его на респекте, или он продал его так, как бы его вот встроили в инструментал. То, что он залетел на этот бит таким образом, слабо верится. Если это так, значит, это было на... Потому что бит не прочувствован абсолютно им. Если, то, то есть, прям, ну, представим ситуацию, да, WhitePunk отправляет ему бит, он залетает на бит, и прямо к этому биту капу присылает. Мне кажется, было не так. Был у него готовый парт, он его прислал, и вот они его встроили. Вот и все, да, платно-неплатно, понятия не имею. Остальные какие-то моменты с интеграциями, которые тут присутствуют, тоже ничего не могу сказать, да, не знаю. Все флексят брендами. Думаю, что это интеграция по поводу, там, компаний, да. Думаю, что это интеграция. Ну, если нет, ну, ладно, окей, типа, решил он так сделать, хотя очень вряд ли он бы так решил сделать. Мое личное мнение, понятия не имею, правда это или нет. Закончим еще одной важной новостью про Dead Dynasty и Фараона. Илья Коноплев, исполнитель и продюсер, который и в той, и в другой роли участвовал в треках Фараона и выступал с ним на концертах, исключенный с Dead Dynasty. Об этом рассказал Bright, продюсер объединения. На вопрос о том, когда выйдет трек с Ильей, он ответил так. Цитата. Надеюсь, что никогда. Не знаю, что вам на это ответить, постараюсь коротко. Глеб взял его как сессионного музыканта, которого вкачивал, возился, помогал всем, чем мог, в том числе и материально. Но у персонажа в какой-то момент на голове начала расти корона, а вместе с ней вылезло двуличное мышинное поведение в мелочах, которое первое время получалось списывать на то, что он еще маленький или глупый. Через время он уже решил начать ртом рассказывать двуличную чушь за спиной Глеба про него и его команду, и за свою крысиную натуру был отписан. Делать это надо было сразу, но пацаны до последнего зачем-то сюсюкали с ним. Я этого не понимаю до сих пор. На сегодня у нас все. Что вы думаете про камбэк фараона? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok